Аварию Чернобыльской атомной электростанции считают крупнейшей техногенной катастрофой, а тех, кто работал в опасном очаге, заслуженно называют героями. Были среди ликвидаторов и ленивскузнечане. 62 спасателя участвовали в локализации и ликвидации аварии. Слава благодарности тем, кто принимал участие в ликвидации аварии на Чернобыле, кто не жалел солнцезной жизни в грех землях от еще большей трагедии. Ваш подвиг можно сравнить с подвигом солдата Великой Отечественной войны. Желаю вам крепкого здоровья, успехов в работе, семейного благополучия и низких вам поклонений. В составе подразделения химзащиты для ликвидации последней аварии был отправлен Анатолий Шлюпкин. Три месяца он провел в опасной зоне, работал водителем. Практически все товарищи Анатолия умерли от облучения в первые дни. Не осознавая на тот момент, насколько серьезная опасность, они были одеты в уже зараженное обмундирование. Сотни ликвидаторов стали инвалидами. Атмосфера очень червая. Дышать сразу, как мы нас привезли, не было нечем было дышать. Как-то перекрывало все легкие. Такое ощущение, как будто какие-то газы идут. Жалко своих товарищей, которые уныли. Уже похоронили многих. С тем, с кем я ехал, а назад уже не приехали. В память о погибших, о тех, кто боролся с невидимым и смертельно опасным врагом, радиации и иерей Михаил Казанин провел панихиду. А участники ликвидации последствий чернобыльской катастрофы продолжают жить и бороться с недугами, трудиться и воспитывать молодое поколение. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok